МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и толерадую компании Гомель, у студии працея Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуском. Свет сегодня вспоминает ахвяровары на Чарнобыльской АЭС. 33 годы тому отбылась самая буйная техногенная катастрофа. Наведывание лесов под забороной. Вымушенная мера связана с сухим и ветреным надворьем. Зраби зарадку. На территории управления Державной инспекции у Гомеля з'явилась бесплатная станция для электромобилев. А зараза в этом и иншем больше подробязна. Сегодня в Беларуси пройшли мероприемства, промеркованные до 33-й годовины авары на Чарнобыльской АЭС. Жалобный митинг провели у Гомельским филиале университета грамадзянской обороны МНС Беларуси. Буйнейшая техногенная катастрофа отбылась у НОЖ с 25-го на 26-е красавика 1986-го года. Первыми на место надзвычайной ситуации прибыли пожарные с Припяти и Чарнобыля. И они проступили до ликвидации узгорания на 4-м энергоблоку. У многим, дякуючи их самоданности, отрымалося позбегнуть больше глобальных наступствов. Бо огонь погрожал и третьему энергоблоку. Усе пожарные загинули от отрыманных доз радияции. Для сегодняшних вратовальников их подвиг – приклад профессионализму и отданности. Работники ВПЧ, которые охранили атомную станцию, прекрасно осознавали и знали, с чем им придется столкнуться. Они знают технологические процессы, они знают особенности этого объекта. И поэтому, когда они прибыли к месту аварии, они уже прекрасно понимали, что им надо делать. А в первую очередь им надо было ликвидировать на разных высотах те пожары, которые возникли в результате взрыва и разброса горящих конструкций зданий. Потому что, если бы не эти действия, в дальнейшем бы, ну, скажем так, Чернобыльская авария приняла бы еще более катастрофические размеры. Поэтому каждый год мои коллеги, мы вспоминаем те первые караулы, которые вступили в эту схватку на Чернобыльской атомной станции. У жалобным митингу приняли удел супрацовники областного управления МНС, филиалы университета хромадзянской обороны, курсанты, наученцы лицея МНС и представники мясцовых уладов. Удел у жалобным митингу и подарунки для работников социальной сферы и сельско-господарчих организаций. В Чачерском районе у делу мероприемствах, промеркованных до 33-й годовины катастрофы на ЧАЭС, приняли представники областного объединения профсоюзов и депутаты национального схода. У одним из самых потерпелых у вынику аварий районов побывал и наш корреспондент Олег Синцеров. Чистый, утульный и квитнеющий, про 33 годы катастрофе на ЧАЭС в Чачерску не нагадывая ничего. За минулый час тут выросло поколение, якое падение 86-го на властной очи не бачило николи. Хоть и не бачить, не значит не ведать. На митингу, каля помненько оселенным лёском, представники органов УЛАДы, ликвидаторы и наученцы чачерских школ. У свой час чернобырская катастрофа закранула тут кожную семью. У шматка года гэтка часу заковываются фото с дымки, зробленные до крысовика 86-го. Неде сурьёзные, неде весёлые же хары района, худка их житё изменится кардинально. Фото настолько ураживают, что у районного музея звернулись до людей с просьбой передать их у экспозицию. У Чачерскому историко-этнографичному музею Чарнобыльской тематозой просвечена особная экспозиция. После катастрофы с карты зникли 43-местовые вёски. Некоторые речи за ксё не можно убачить на этом стенде. А сельная территория склала 25 тысяч гектаров. Это пятая частка территории района. У Чачерский район, представники областного объединения профсоюзов, приезжают с узнагородными подарунками. Гоноровые грамоты, подяки людям, которые не только одержали эту территорию, а и саденничают с ней усыливому развитию. Подарунки для объектов социальной сферы и сельско-господарных организаций. Спорт, инвентар, велосипеды, холодильник, правильная машина, видеокамера. На передании гэтый спис узгодняли с районным керавництвом. Набывали только то, что с оправды не обходно. Уже стало традиционным посещение профсоюзами нашей области наиболее пострадавших районов от Чернобыльской катастрофы. В этом году это Чачерск, это уже 11-й год подряд. Мы будем посещать социально значимые объекты. Среди них такие, как городской стадион, центр социально обслуживания населения, центральная районная больница, сельхозпатриятие Везенесенск, где по согласованию с местными властями мы привезем определенные подарки, можно их так назвать, для укрепления материально-технической базы, для помощи населения местного. Зараз на территории Чачерского района реализуется 6-я державная программа по ликвидации наступства Чернобыльской катастрофы. Головное мытое – створить умовы для дальнейших развития у всех сфер. Зараз район, займая у Гомельской области 8 месяцев по взрыванию среднемесячной зарплаты, тут денечивать больше 200 организаций розной формы властности, причем на недержавные предприятия, пропадая практически весь экспорт. До речи Ганглевый район с 12-ю краинами света. Ся род приоритетных накерунков так само агротуризм, але головная увага – развитие агропромыслового комплекса, за яким завязывается будущее региона. Сегодня на территории района отсутствуют какие-либо крупные предприятия промышленные, поэтому я вижу перспективу развития в развитии сельского производства на Чачерской земле. Тем более потенциал есть, стремиться есть, примеры хорошие есть, учиться нам не надо ехать никуда. Есть два предприятия, которые работают стабильно, успешно, скажем так, это «Отар» и «Звезда». Поэтому наша задача – подтянуть к этим предприятиям остальные предприятия, чтобы они работали с таким же экономическим эффектом. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель» за Чачерском. У Хонниках у Гонор Годовины Чарнобыльской авары провели акцию под назвой «Память». Некольки сотен человек с запаленными свечами напередодни собрались для помника выселенным вёском. Тут же хары района сустрыкаются что год напередодни Годовины авары. Долучиться може кожны. Хонницкий район – один из самых потерпелых от наступства у Чарнобыльской катастрофы. А тюля цялили больше, как 20 тысяч человек. У память об загинувших героях Чарнобыля сёння пройшли жалобные мероприемствы у храма святого архангела Михаила. Гэта саправдны помненьках вярым Чарнобыля. Йон был узведен у вёсцы вылева Добружского района у концы 18-го стаходзя. У вынику катастрофы на Чарнобыльской АЭС гэта вёска трапила у зону отселения. Присадзенниче необластного управления МНС царква была перевезена у Гомель и цалком адновлена. Ее открытие отбылось и в 2006-м годе, а про 10 годов на территории церквы у памяти об загинувших пожарных и выселенных вёсках открыли мемориал. Сегодня до его склали кветки и лампадки. Сегодня мы с вами вспоминаем чернобыльскую трагедию. 33 года, как прозвучал этот страшный взрыв, который разделил жизнь наших людей до и после. Люди жили, не знали этой трагедии. И многим пришлось уехать с своих населенных пунктов, где когда-то была радость, была жизнь. Хочется пожелать, чтобы не происходило таких страшных катастроф, которые сделаны руками человека. 27-го красавика пройдут шарговые промые линии с представниками Улады. У Гомельскими облаканками я ее проведен наместник старшини Владимир Прывалов. Нумер телефона у Гомели – 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В этот час на связи будет и первый наместник старшини Гарвы Конкама Александр Севакову. Нумер телефона 33-09-59. Профилактика вытворчего травматизма и профессийных захворваний. Такие головные меты семинара с уделом специалистов сферы аховы працы медустанов в области. Организатор – профсоюз работников аховы здоровья. Мероприемство проходит что год и промерковано до Сусветного дня аховы працы. Но все лета есть и еще одна нагода встретиться. В 2018-м зафиксованы рост вытворчего травматизма сярод медиков. Пять выпадков – супраць двух в 2017-м годе. Ни у одним из них нема вины наймальника. Ни один случай производственного травматизма не произошел по вине нанимателя. То есть это какие-то иные причины. К сожалению, ежегодно регистрируются несчастные случаи, произошедшие по причине противоправных действий других лиц. То есть в результате оказания медицинской помощи пациенты, как правило, которые находятся в нетрезвом состоянии, наносят вред здоровью нашим медицинским работникам. Также отрадно то, что уже второй год подряд у нас в Гомельской области не зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний, связанных с производственной деятельностью наших медицинских работников. Подчас семинара так само разглядели иншие пытания, ховы працы в медустановах в области, а так само ознагородили лепших инспекторов. Во всех районах Гомельской области увидена заборона на наведывание лесов. На территории региона установлены четвертый класс пожарной небезпеки. Громадян просить устрематься от прогулок и пикников. С початку года в Беларуси отбылось свыше 200 лесных пожаров. Огульная площа у сгорания – больше, как 1 тысяча гектаров. Найбольшая причина – спальвание сухой рослинности и сметти. Незатушенные окурки. Тех, кто порушит заборону, покарают рублем. Штраф в складе до 25 базовых величин. Даречевыходные в регионе будут по летнему теплыми. В субботу без дождей. Воротовальники закликают аккуратно, выходят за огнем. Папа передних прогнозов у ночной неделю. В регионе махчимы на вольнице. У день пройдут короткоджасовые дожди. На территории Управления Держа-Аутоинспекции Гомельского Абловы-Канкама з'явилась бесплатная зарадная станция для электромобилев. Зараз в регионе прикладно 15 электрокаров. По всей краине – коля 300. Новая зарадная станция – айчинной вытворчасти. И она подыходит для зарадки усих типов электромобилев. Для подключения не потребуется ніяких мобильных додатков, регистрации и карт. Инициативу установки электрозарадной станции выказали УДАИ. Тут меркуют, что пляцовка будет запотрабованной. Электрокары набирают популярность, дякуючи своим перевагам перед звычайными автомобилями. Автовладелец электроавтомобиля, который приобретает автомобиль, первое место, куда он приезжает, конечно же, является подразделение госавтоинспекции. И пока он, возможно, оформляет документы, у водителей есть возможность оставить свой автомобиль и поставить его на зарядку. Данный автомобиль является более современным по сравнению с другими автомобилями. И система безопасности в нем, конечно же, повышена. Зараз у Беларуси працуют 84 зарадные станции для электромобилев от Беларуснафты. До конца года личбу плануют повеличить до 220. Такое значенное поширение сетки электрозаправочных станций связано в первую очередь с проведением других европейских гульняв. Сегодня у Гомеля подвели выники 13-го областного конкурса читальников «Захаваем свет разом». Его проводят областное отделение Союза письменников в Беларуси. Четыре туры с поборництва вызначили лепших читальников с больше, как полторы тысячи удельников. В финал трапили 23 наученцы школ, гимназии и колледжи в возрасте от 11 до 17 годов. Яны отримали дипломы областного отделения Союза письменников и поспрощались за звание лауреата в конкурсу. Только несколько из них в осенью 2019 года приймут активный удел в 14-м Международном фестивале святи «Славянские литературные дожинки-2019» и в форуме молодых литераторов и аматоров мастерской творчести слова. Чытача, любого читача, ученого и юного читача, цикавець книга, взаимальная и цикавая. Когда она не будет отвечать этим якостям, то я открыю первую сторону и закрываю. Каждый ученец выбирал по души, кто что находил. В монахах, в сборниках, в аутерских книгах конкретных аутерах. Выбирали из классиков, выбирали про интернет, про библиотеки, про сродки массы информации. Но вот у Гомельской правде, когда там было надрековано, не кивало, что цеплялись и читали твор. У Гомеля завершился областный конкурс молодежной и детячей творчести «Квятней моя земля». Его проводит Гомельский мостатский колледж. Все лето творчая с поборництва объеднала больше, как 200 моста Коузу сего региона. Удельникам от 6 до 25 годов. Переможцев вызначали в четырех взрослых категориях у таких номинациях, как живопись, графика, декоративно-прикладное мостатство и фотография. Организаторы означают, выбор лепших работ стал складанной задачей. Я очень довольна уровнем. С одной стороны, это и наши выпускники, которые уже на данный момент преподают в школах области. И радует то, что каждый год участвуют, потому что эти дети, кроме того, что они трудятся творчески, они еще учатся, посещают школы, студии. Поэтому много времени уделяют этой работе. И хочется пожелать этим детям творческих успехов. ГТА, так само и иншие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarchomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Беларуси продолжают гореть леса и торфяники. За двое суток уже ликвидировано более 100 пожаров. В Гомельской области по состоянию на 26 апреля зарегистрированы 16 лесных пожаров на общей площади свыше 330 гектаров. За сутки зафиксировано 12 возгораний. Спасатели занимаются тушением пожара на торфянике в Лоевском районе. Полностью еще не ликвидирован лесной пожар в Наравлянском. Он локализован. Ситуация находится под контролем. Остановили нетрезвого водителя. Оказалось, что он еще и автомобиль угнал. В Гомеле госавтоинспекторы случайно раскрыли преступление. Молодой человек, который находился за рулем автомобиля ВАЗ, признался, что перед поездкой выпивал спиртное. Но в том, что взял покататься чужой автомобиль без разрешения владельца, сознался не сразу. Инспекторам пришлось найти машину в базе данных. И оказалось, что владелец пригнал ее в мастерскую на ремонт. Оттуда на ней и выехал нетрезвый нарушитель. В ходе разбирательства было установлено, что данный водитель взял данное транспортное средство на улице советского городского поселка Большевик Гомельского района, куда владелец транспортного средства поставил на ремонт. Уже непосредственно о самом угоне он узнал от самих сотрудников ГАИ, которые позвонили ему уточнить, где находится его автомобиль. В отношении данного водителя было составлено два административных протокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и не имея на то права управления. Также в отношении данного водителя к Гомельским районным отделам Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это угон, совершенный повторно. Мошенничество на миллион долларов. В Подмосковье задержан гомельчанин, который два года находился в розыске. Гомельские оперативники во взаимодействии с сотрудниками полиции России провели успешную операцию по розыску 34-летнего уроженца города Гомеля. Мужчин обвиняется в совершении ряда мошеннических действий в особо крупном размере, связанных со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его противоправной деятельностью, оценивается почти в миллион долларов. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в республиканский и межгосударственный розыск. На протяжении двух лет он предпринимал всевозможные меры для того, чтобы избежать любого контакта с правоохранителями. Благодаря долгой и кропотливой совместной работе оперативников уголовного розыска двух стран удалось не только разыскать беглеца в одном из населенных пунктов Подмосковья, но и задержать его. В настоящее время начата процедура экстрадиции обвиняемого Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. И это все на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Вы стояли. Мозырская славя в пятом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги сыграла в ничью в Бресте с местным Динамо. С первых минут хозяева поля начали осаду ворот приезжей команды. Явно, что терять очки, как в минувшем туре в матче против столичного энергетика, они были не намерены. У голкипера Мазыряна Родиона Семука в этот вечер работы хватало, однако он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В итоге нулевая ничья и славя пополняет свою турнирную копилку одним баллом. Футбольный клуб Гомель свой матч пятого тура проведет 27 апреля в гостях против Ислачи. Также завтра состоятся и матчи третьего тура первой лиги футбольного чемпионата Беларуси. Областной дерби пройдет в Гомеле. Локомотив ждет в гости Речицкий спутник. Поединок состоится на поле стадиона Локомотив. Начало в 16.00. В 17.00 в Светлогорске стартует противостояние местного Химика и Микошевичского гранита. Все ближе развязка регулярной части чемпионата Беларуси по мини-футболу. Завтра состоится 27-й тур. Светлогорский ЦКК отправится в гости к Щучину. Гомельские БЧ и ВРЗ играют дома. Первыми на паркет спорткомплекса Локомотив выйдут железнодорожники. Их поединок против Бреста стартует в 14.00. В РЗ и Борисов 900 поспорят за очки в 17.00. В Гомеле сегодня завершается первенство Беларуси по настольному теннису среди юношей и девушек 2007 и 2008 годов рождения. На турнир приехали только лучшие теннисисты страны. Лидеры национального рейтинга в своих возрастных категориях. Всего 64 спортсмена. Это третий и заключительный этап соревнований. На турнире разыграют не только медали и рейтинговые очки. Главная цель спортсменов – попадание в сборную Беларуси, которая отправится на первенство Европы. Уже по итогу двух этапов, конечно, определились явные лидеры. Но заключительный этап очень важен. И по этому этапу будет основной отбор на первенство Европы. Среди теннисистов, которые уже зарекомендовали себя в качестве лидеров, есть и гомельчане. Это Артем Дробышевский и Никон Шутов. Они претенденты на поездку на континентальное первенство. Чтобы отправиться на престижный турнир, необходимо попадать на пьедестал первенства Беларуси. Состав сборной команды – это три юноши и три девушки в каждой возрастной категории. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.